Мы поклонимся России, краю дедов и отцов, Говорим тебе спасибо за священный вечный зов С вечной верой в человека, он живет у нас в крови. Вечный зов добра и света, вечный зов родной земли. И родители, сегодня у нас большая подвозьборья. Дети ищутесь. И я в первом предоставляю слово респектуру отдела на зоной деятельности по городскому опыту Путищи старшему лейтенанту Губини Суспелу Володову Константину Павловичу, который вам скажет о требованиях пожарных безопасностей. Да ладно, сзади слышно меня вот так нормально? Вот, я думаю, справимся без микрофона. Меня уже представили, всем добрый вечер. Не буду долго разглаголивать буквально несколько слов по поводу соблюдения требований пожарной безопасности как в БТУ, так и в вашем случае в школе. Ну, первое, ну и соответственно, вы все, вернушись домой, должны будете привести небольшую тратную информацию до своих действий. Первое, на что хотелось бы обратить внимание, отопительный сезон у нас идет во всю, но тем не менее, да, мы, так же, как и я, в принципе, у себя дома, иногда пользуемся электронагревательным прибором в виде обогревателя. Что бы хотелось бы здесь отметить? Запомните, ни в коем случае нельзя пользоваться обогревателями с видимыми нарушениями, во-первых, изоляции электропровода, да, с какими-то повреждениями электропровода, во-вторых, с нарушениями целостности корпуса нагревательного прибора. Зачастую у нас причина возникновения пожара именно это является, скажем так, узло по агрегатам механизмов электронагревательных приборов. Второй момент, тоже немаловажный, ни в коем случае не используйте электронагревательный прибор, как сушилка для белья. Это запрещено, тем более оставлять все это дело на ночь. Да, если где-то у кого-то вещи плохо сохнут, плохо, это не повод для того, чтобы использовать электронагревательный прибор, как сушилка для белья. Да, вещи у нас тоже имеют очень хорошую способность воспламеняться, да, вследствие нагрева. Второй момент, вот ни в коем случае нельзя перегружать электрическую серию, да, с вами. Не надо в одну розетку включать 10 стройников, 3 удлинителя, да, пользоваться одновременно сразу, там, несколько электронагревательных приборов и так далее, и так далее. Также у нас в большинстве случаев, да, неисправность короткого замыкания в электропроводке приводит к возникновению пожара, да, в дальнейшем, последующем выгаривании. Следующий момент, для детей своих доведите, да, спички не игрушки, но это понятно, да, при использовании каких-то малых алиных источников стекла, спички, зажигалки, если газовые бельки установлены в доме, то так называемые племени зажигалки, которые спуток вырабатывают, все это источник повышенной опасности, источник предупновения пожара. Опять же, с этим предельно аккуратно, понимаете, у детей не должно быть в руках никаких зажигалок, ничего отключать от этого. Если вы проживаете где-то в частном городе, да, не в квартире, а в частном городе, пользуйтесь там, на даче, допустим, вечным отоплением. Еще раз, проверьте все свои дымоходы, все, проведите еще очередную чистку. Если кому-то нужна будет консультация по правилам использования племоходов, пучных оборудований, город Матищик, Комарова 7, мы там находимся, всегда приходите, всегда мы вас тут консультируем. Если вы также живете в частном доме, либо в квартире, да, если у вас старый какой-то дом, старый электропровод, давно у вас не проводился ремонт технического отслуживания, обязательно все это сделайте. Что делать либо в доме, либо в квартире, если у вас произошел пожар? Да, если вы проживаете в квартирах, соответственно, первое, что мы должны сделать, это спасти свою жизнь, жизнь своих детей. Если вы выбегаете в объем лестничной клетки, понимаете, что вы не можете произвести безопасный процесс, что слишком сильно уже задавлено у нас, дышать невозможно, выбегаем на балкон, ждем помощи, ждем подразделения пожарной охраны. Если нет балкона у вас в квартире, значит, заходим в душ, начинаем поливать входную дверь в душ. При этом входная дверь в дом или квартиру должна быть обязательно открыта. То есть она должна быть закрыта, а замок, который забирает, он может быть открыт для того, чтобы по прибытию наши спасатели не взламывали вашу дверь, а выяснили, что вас спасли. Это случай, а и не пожар. Соответственно, не забываем. Телефон пожарной охраны 0111. 112 в единой дежурной диспетчерской службы. По любому вопросу можно позвонить туда. Включили у вас газ, свет, воду. 112 выбираем и с ними уже отговариваем все эти моменты, которые у вас участвуют. Также в случае возникновения пожаров в школах, да, у нас совместные проводятся мероприятия по эвакуации, дети у нас уже все знают, все прекрасно понимают о том, что в случае сработки автоматической системы противопожарной защиты в школе, да, у нас производится эвакуация, без паники, все спокойно, каждый из учителей у нас знает, где у нас находятся функционные пути и выходы. Каждый из своих спас, спокойная копилевая масочка выносит. Да, это отрабатывается, это все делается в рамках, скажем так, обучающего процесса. У нас совместное мероприятие, это должно быть совместных футовостных школ. Следующий момент, который хотелось бы еще застрять, небольшое внимание, у нас уже в городе и в районе начинают тихонечку, так не торопясь, открываться магазины по реализации и продаже пиротехнических изделий, да, здесь особое внимание обостряем на это, то, что при покупке каких-либо пиротехнических изделий обязательно спрашиваем продавца сертификат соответствия на то или иное изделие и инструкцию правил безопасности, да, при использовании пиротехнических изделий. Ни в коем случае не используем пиротехнические, не используем зоимпиротехнические изделия, а также с видимыми нарушениями корпуса, да, если у нас теле у нас где-то там есть, или еще что-то. Соблюдаем необходимые безопасные расстояния, да, при запуске фейерверков, если мы говорим конкретно ажалты, которые из коробок у нас вылетают. Ни в коем случае не поджигаем в руках даже элементарные бомбочки у нас сейчас, я так называю, сезон ожогов в верхней конечности людей, которые запускают пиротехнические изделия. Поверьте мне, если кого-то из вас это не касалось, у нас ведется по статистикам, тем случаем, когда люди получают ожоги, да, и сезон этот уже наступал, так как магазин у нас открылась. Поэтому, да, до детей, до своих доведите, не нужно где-то в подпольных каких-то там лавках, которые занимаются не лицензионной продажей этих изделий покупателей, потому что зачастую, да, у нас при, скажем так, неправильном производстве пиротехнических изделий и получаются такие нюансы, то есть ожоги там в верхней конечности, даже повреждения там лица, села там и так далее, и так далее. Здесь все очень внимательно и аккуратно при использовании пиротехнических изделий. Если ко мне есть какие-нибудь вопросы, просьбы, пожелания, предложения, я готов выслушать и ответить на них. Если сняйтесь, спрашивайте. Опять же повторюсь, сейчас еще один момент, давай. Отдел надзорной деятельности по городскому округу Мутищи, проще говоря, пожарный надзор, мы находимся в Мутищи, в улице Комарово, дом 7, четвертый этаж. Это центральная пожарная часть города, да, вы в нее не проедете, не ошибетесь. Если какие-то вдруг у кого-то просьбы, пожелания, предложения, ну мало ли что-то, соседние какие-то нюансы по противопожарному состоянию, либо еще что-то, вообще за консультацией обращайтесь, наши приемные дни, вторник, четверг, с 9 до часу, приходите, и мы всегда вас примем, всегда примем заявление, ваши просим пожелания, предложения, обязательно следующее. Спасибо. Уважаемые родители, я предоставляю слово заместительнике директора по учебно-воспитательной работе, врачу, я, коллега, по итогам учебной деятельности за первым учебным учебником. Здравствуйте, уважаемые родители. Итак, в первой четверти у нас обучалось всего 340 учеников, на первой ступени 152 человека, на второй ступени 163, на третьей 25. В первых классах обучается 33 учащихся, у них система пока идет без тестации. Во втором А-классе обучается 18 человек, одна у нас девочка закончила, она отлично, это Михайлова Татьяна, 7 хорошистов и 10 человек, которые успевают. Во втором А-классе 19 человек обучаются 2 отличника, это Малаян, Розанна и Харьковский, Александр, 10 хорошистов и 7 успевающих. В третьем А-классе 23 человека, из них 4 отличника. Зудин, Артем, Игнатьева, Эльмира, Пряшкин, Артем, Укишин, Алексейн, 9 хорошистов и 10 человек, которые успевают. В третьем Б-классе у нас обучается сейчас 25 человек, из них 4 у нас отличника. Это Большаков Владислав, Подольский Артем, Рыбалкина, Милена и Сааков Саак. 16 хорошистов и 5 человек, которые успевают. В четвертом А-классе 17 человек, 3 отличника. Это Клинкина, Варвара, Месоедова, Ирина и Крутникова, Маргарита. 6 хорошистов и 8 успевающих. В четвертом Б-классе 17 человек, из них 2 отличника. Это Малиновский, Олег и Панкратова, Афелия. 8 хорошистов, 7 успевающих. Таким образом, на первой ступени у нас 16 отличников, 56 человек успевающих, хорошистов и 47 успевающих. Процент общего качества знаний составляет 60,5 десяток. В пятом А-классе 17 человек, 1 отличница. Это Дударева Анастасия. 10 хорошистов, 6 успевающих. В пятом Б-классе 17 человек, 1 отличница. Это Орежкин Евгения. 7 хорошистов, 9 успевающих. В шестом А-21 человек обучается. Из них 1 отличница, это Климова Екатерина. 8 человек хорошистов, 12 успевающих. В шестом Б-19 человек отличников нет, 8 хорошистов, 11 успевающих. В шестом А-классе 18 человек отличников нет, 6 человек хорошистов, 12 успевающих. В седьмом Б-19 человек отличников нет, 5 человек хорошистов, 11 успевающих. и, к сожалению, три человека не успевают. То есть они имеют тройки по одному или более. В восьмом А классе 19 человек, один отличник, это последовательный Александр. Пять хорошистов, 13 успевают. В девятом А классе у нас 16 человек, отличников нет, семь хорошистов, семь успевают и также был неотискован, не успевающий. В семнадцать человек в девятом бою отличников, к сожалению, тоже нет. Четыре человека хорошиста, девять успевают, есть также неотискованные, не успевающие, что нет. Таким образом, на второй ступени у нас 163 учащихся, 4 отличника, и процент качества знаний составил 39,26. Общий процент качества знаний по школе, таким образом, составляет 48,23. В общем, процент хороший, но, к сожалению, вы видите, что по сравнению с начальной школой, в среднем слине у нас происходит значительное снижение успеваний. Но у нас есть хороший потенциал. У нас 17 человек закончили с одной четверкой, и 23 человека закончили первый четверть только с одной тройкой. Поэтому, уважаемые родители, обратите внимание на те предметы, по которым дети получили только одну четверть или получили все остальные оценки, хорошая одна троечка, да, по какому-то предмету обратите внимание, у вас есть шанс исправить и получить намного лучше результаты во второй четверти. Также еще хотелось бы сказать, что сейчас проходит муниципальный этап, уже олимпиад по различным предметам. Школьный этап у нас уже завершен. Наши дети, которые участвуют, показывают достаточно хорошие результаты, входят в десятку лучших. Так, например, по биологии. Седьмое место заняла ученица 7-го В-класса, Дорогова Татьяна. Шестое место по биологии также заняла ученица 9-го А-класса, Базба Виктория. Многородник Тимофей, учащийся 9-го А-класса, занял 5-е место по русскому языку. И Хасамитинов Александр занял 3-е призовое место в Олимпиаде по обществу знания. Еще хотелось бы сказать о нашем успехе. Также учащиеся принимали участие в конкурсе, которое проводилось в конкурсе сочинений, посвященных Дню Матери. Тоже это уже было сочинение, писали из всего городкового окна Матищи. И также два наших ученика заняли 3-е призовое место. Это Хасамитинов Александр, ученик 8-го А-класса, и Львова Мария, ученица 7-го А-класса. Поздравляем всех наших победителей, участников. Кстати, мы очень благодарны за ваш благотворный труд. И желаем дальнейших творческих успехов и полезных. Спасибо. Следующее выступление. Галина Казимировна, учитель физкультуры, в уголе полуныжной подготовки. У нас в третьей четверти будет в районе физкультуры и лыжная подготовка по программе. И будет несколько слов. Добрый вечер, уважаемые родители. Довольте для вашего свидания, что на основании учебного плана с третьей четверти по предмету физическая культура проводится лыжная подготовка с 1 по 11 класс. Уроки проходят на территории школьного двора один раз в неделю. Благодарим Карасеву, Надежду Валерию, за помощь в прокладывании лыжных в прошлом учебном году. И надеюсь на сотрудничество в этом учебном году. Напоминаю всем, что уроки физкультуры входят в перечень обязательных предметов. Лыжная подготовка – это необходимая часть программы для всех классов. В эти дни прошу одевать детей так, чтобы им было комфортно заниматься лыжной подготовкой, шапки, лавишки, перчатки, рутки, в соответствии с соответствующей обуви. Лыжи можно будет оставлять в школе в течение всей третьей четверти. Для этого необходимо подписать лыжи, палки, ботинки. Место для хранения лыж оборудовано ящиком, который находится на первом этаже. Дети, не обеспеченные лыжным инвентарем, совершают пробудки на свежем воздухе и сдают теорию по предмету. В прошлом году учебном лыжной подготовкой была облачена всего лишь 12% от общего количества обучающихся. Просьба приобрести лыжи и помочь обеспечить прохождение ущербных программ и палыжных подготовок. Температурный режим соответственно подростку вашему ребенку вывешен на сайте нашего образовательного учреждения. При правильном отношении к занятиям мы все организуем, и дети получат удовольствие от уроков. Помните, что здоровье детей в ваших руках, а лыжные прогулки очень полезны для поддержания пунктета и зато помогают загаривать организм. Вам не есть вопросы? Спасибо за внимание. Уважаемые родители, еще у нас одно выступление, нам еще пришел гость. Это полномочия по особо важным делам Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по московской области подполковник полиции из Надьева Юлия Сергеевна. Добрый день, уважаемые родители. Представьте меня, да, я действительно запрещена в правильном направлении, но очень долгое время я работала в Надьевле, работала в близлежащем Королеве. В принципе, проблемы тоже те же самые, что раньше были, хочу сказать, что сейчас. Ну, так как я работаю в управлении по контролю за оборотом наркотиков, естественно, хочу сказать пару слов об этой проблеме. Сейчас наркомания молодеет, сейчас дети начинают употреблять наркотики с 13 до 15 лет. Хочется еще сказать про то, что есть, так называемые, легальные наркотики, да, это курение и алкоголизм. Собственно, с чего и все начинается. Почему легальные? Потому что они везде разрешены, они везде продаются. Наркотики, в прямом смысле слова, купить крайне тяжело. Бываю в школах, общаюсь часто с детьми, что хочется здесь сказать. Насчет курения. Появились, как называемые, электронные сигареты. Дети, да, сигареты не считают. Учителя, честно говоря, бьют тревогу. Я не знаю, как в вашей школе, но по московской области это, на самом деле, плачевная ситуация. Хочу сказать, что это такие, на самом деле, сигареты. И у нас запрещено курение вообще в них места, как знаете, да. Сотрудники полиции проводят рейды, видела сама пачка протоколов, но курили, так и курят, на самом деле. Видимо, штраф маловато. От 500 до 1500 рублей. И тысяч пять мы выписали хотя бы разочек. Я думаю, что на родителей. Я думаю, что дети бы перестали хотя бы как-то курить, хотя бы что-то на них подействовало. Это не действует. Ну, хочется опять же сказать, что курение опять же идет из семьи. К сожалению. Я и ни в коем случае в урок родителям где-то не ставлю, но бывая на уроках в школе, подходят дети, особенно если прихожу к маленьким детям, и они мне начинают рассказывать. А у меня мама курит, а у меня папа курит. А что же мне с ними делать? Вот. Ну, что я могу сказать? Естественно, вы ругаете, да? Ну, что? Опять же, смотрите. Дети смотрят на вас. Вы для них примеры. Вот. То же самое с употреблением спиртных напитков. Абсолютно. Начинаешь спрашивать детей, они также рассказывают, что происходит у них в семье на самом деле. Вот. Если касаться спиртных напитков, то вот сейчас у нас очень распространены энергетики, да, в молодежной среде особенно. Энергетики то же самое. Многие вообще не считают, что это опасно, да, что это как-то там воздействует на организм. Но если, допустим, безалковольный энергетик, он приводит в такое состояние, когда работают все органы и системы, скажем так, на повышенном ресурсе, где-то 3-5 часов. Обычная в компе, да, у нас час-полтора, вот от энергетика организм работает около 3 часов в таком же состоянии. Вот. Потом организм истощается. И опять же, нужна новая доза энергетика, собственно. А вот то, что они еще не дизированы, это еще и добавляет больше эффекта. Почему-то и 5 часов. А если энергетики с алкоголем, так это вообще на самом деле смертельная штука. Почему? Потому что, допустим, кофеин, который входит в состав энергетиков, он будоражит организм, а алкоголь, наоборот, прикупляет действия всех органов и систем. И сердце, оно не знает, что ему делать. То ли прислать, то ли спать. Вот. И получается, скажем так, неполадка в системе. И, в общем-то, у нас расстраивается организм. 5 банок ягуара и, можно сказать, можно попрощаться с жизнью. Это реальные вот случаи из практики, потому что смертельных случаев очень много из-за этих энергетиков. Вот смотрите, у нас что получается, уважаемые родители? У нас сейчас наркотики, да, они все красиво упакованы, они все сладкие, они все приятные на вкус, да, и они у нас распространяются именно в молодежной среде. Вот. И что касаемо, опять же, наркотик, да, с энергетиками разобрались, с сигаретами тоже разобрались. Да, про алкоголь, тогда я уже закончу, напомню, что у нас ответственность наступает с 16 лет за распитие алкогольной продукции, за появление в общественном месте состояния алкогольного объединения. Хочу вот провести пример для родителей. Опять же, в летний период на площадках собираются подростки, да, распивают алкогольную продукцию. Стоит открытая бутылка, стоят стаканчики. Сидят, кто-то уже употребил, кто-то не употребил. Сотрудники полиции забирают всех, в принципе, всех можно привлечь за распитие алкогольной продукции. А кто употребил, того можно уже привлекать за появление в общественном месте состояния алкогольного объединения. Если нет 16 лет, то вы несете ответственность за ребенка, уважаемые родители. Есть статья от 2022 в административном собеседнице. Болгий штраф от 500 до 1500 рублей, если задерживать вашего ребенка в состоянии алкогольного объединения на улице, в состоянии одурманения, в любом состоянии объединения. Это до 16 лет. А у нас очень много 14-летних и 15-летних попадаются. Что касаемо наркотиков. Наркотиков вообще называют любые психоактивные вещества, которые изменяют психику и изменяют сознание. Менький наркотический средств у нас имеется в Российской Федерации и он очень-очень огромный. Проводить его сейчас я, к сожалению, не могу. Список большой, виды наркотиков много, но опять же, хочу что сказать. Те наркотики, которые были раньше, они сейчас в молодежности не распространяются. Появляются новые виды наркотиков, потому что у нас наркобизнес, он, к сожалению, не стоит на месте. Хочу опять же пару слов сказать о спайсе. Наверное, опять же, это избитая тема, это постоянно говорится, но, к сожалению, как распространялся он, так и распространяется. Спайс, я думаю, что знаете, как родители, что его купят, как правило, вот, это трава, обработанная химией. Мы вот раньше были по СКР, да, федеральный журн, который с оборотом наркотиков, потом нас ликвидировали, вот, и сейчас мы в составе МВД работаем с фигурой месяца. Вот за этот период на территории Московской области изъято около 60 килограмм спайсов. На самом деле, это очень-очень мало, но это лишь начало. Спайс, чем он страшен? Тем, что постоянно меняется форма. и последний спайс, с которым были ядом, на этот наркотик. Ртут сама по себе яд. То есть ребенок берет сигарету, зачастую он даже, те дети, которые курят, они зачастую могут и не знать что в сигарете. Они не покупали ее, да, там, в табачной лапке. Как мог, может быть, они где-то попросили, да, вот там, у друга, дай покурить. А он им предлагает. Вот, что в сигарете, он не может знать. Спайс действует моментом, моментально, вот буквально с магическим наркологом разговаривала вот на этой неделе. Говорит, такого быть наркотика, а ему 65 нарколог, он говорит, вот за свои годы я не видел ни разу. Люди под действием наркотика прогибаются назад на 90 градусов. Как, говорит, они достать, я не знаю. Это психоактивный наркотик. Вот, люди выбрасываются из окна, налезут на крышу. Он дешевый, он распространяется в молодежной среде. Поэтому, аккуратно, смотрите за своими детьми. Что они употребляют? Корят, не курят? то, что электронная сигарета, это все ерунда. Если они будут курить спайс, это уже зависимость, это на самом деле наркотики. Но зависимость, это, ладно, это ваше здоровье, да, или, вернее, здоровье ваших детей, и вам выбирать, да, будет он курить, не будет курить. Вот, и ему выбирать то же самое, вот, но из-за этого еще последует ответственность. То же самое за наркотики ответственность наступает в 16-ти лет. То есть, употребили, задержали, да, ребенка на улице, то есть, можно его уже в 16-ти лет привлекать, штрафовать за употребление наркотических средств. Ну, и, естественно, если, не дай бог, найдут наркотик, где-то в вещах у ребенка, достаточно найти у него 0,5 грамма наркотического средства, и уже будет уголовная ответственность. Уголовная ответственность за хранение до 15-ти лет лишения свободы. Вступает она уже в 16-ти лет. Вот, за распространение это более тяжкие преступления, это сбыт наркотических средств. Здесь уже до 20-ти лет лишения свободы, и даже есть срок пожизненный. А, раньше вот работала с угами в Москве в долг. Могу сказать, средний срок, который в суды выносят за наркотики, это 20-ти лет лишения, не 20-ти, 10-ти, 15 лет лишения свободы. И еще штрафы до 500 тысяч рублей. Поэтому, что же делать, в принципе, да, что делать? Смотрите за своими детьми. Ни в коем случае не ругайте, да, вот, здесь трудно что-то на самом деле советовать. Выворачивать карманы, да, тоже не совет, потому что лучше быть другом на самом деле, знать, где ваш ребенок находится, кем он находится, да. Вот, когда что-то произойдет, поверьте, вы заметите, потому что снизится успеваемость, появятся какие-то тайные друзья. Как пример, элементарно, это пропадают вещи и ценные деньги. Естественно, на наркотики нужны деньги, да, и наркотикам всегда сопутствуют преступления такие, как гражи, грабежи и так далее, потому что тот же спайс он стоит 500 рублей, да, вот такие, вот, и 500 рублей ребенку где-то нужно найти, а чтобы найти, нужно что-то украсть, продать и так далее. Вот, поэтому уделяйте больше времени все-таки своих детям, как и друзьями, проверяйте их, что они слишком естественно и контролируйте. Если есть какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу на них. Нет, не надо, спасибо. Друзья, вам не нужно в состоянии вопросов, насколько можно может быть стоят ввести с класса? Нет, Это наберите сердече еще немножко. А теперь очень хочется рассказать вам о хорошем. У нас в этом школе забыть и происходит хорошем, о которых не знаем. И нам так хочется донести до вас хотя бы маленькую часть из-за того, чему мы заслуживаем, чему добились наши дети. Агитбригада наших детей, и, как я скажу, давайте я вам предоставлю слово руководителя нашей агитбригады Ивануга Галина Казимировна и Рудыка Малина Борисовна. Расскажите, где вы победили и покажите быстрее ваше выступление. Спасибо. Ну, пока, ребята, картовая сцену, я хочу сказать, что наши дети не только успешны в учебе. За период первой четверти мы приняли в различных мероприятиях акции. Можно ознакомиться на сайте с этими фотографиями. Мы активно сажали деревья акции «Наш ЛЕС». Также принимали участие «Спаси!» «Дерево!» «По спору макулатуры!» Принимали акции «Здоровье своего магазина». Ребята были награждены грамотами на ледейке. Очень активно у нас ведется деятельность в добром магазине здорового и безопасного поведения на дорогах. Ребята неоднократно выступали в своей программе. перед дошкольниками выступали ребята выходили из детского сада. Также на окружном этапе среди 23 школ наши ребята заняли первое место. Это было 4 октября. 10 октября следующее выступление в национальном этапе среди 11 команд тоже занимает первое место. Затем едут в Реутов и в Реутове 4 место. Мы гордимся нашими детьми и хотим вашему вниманию представить эту программу. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Спасибо. Здравствуйте, ребятишки, девчонки, мальчишки. Мы приветствуем вас. Наш коллектив просто высший класс. Предлагаем вашему вниманию музыкально-поучительную сказку. Смотрите внимательно, это занимательно. В каждом городе огромно, и в поселке небольшом. Люди знают, люди помнят, важный жизненный закон. Пешеходам помогает, и водителям везде. И закон тут называют сокращенно ПДД. Мишка, Мишка, что ты там читаешь? Лучше поиграй со мной. Поиграй со мною, поиграй со мною. Ну, Мишка! Все равно скучно, одно и то же. Мишка, смотри, автобус приехал. А поехали в город. Ну, Мишулечка! Возмущается народ. Маша семечки грызет. Шелукой засыпан пол. Миша к Маши подошел. Маша так не поступаю. Мусор на пол не кидаю. Помни правила простые. По салону ты не мчись. А за поручни держись. Никогда не забывай. Старшим место уступай. Водителя не отвлекай. Вышли из автобуса. Будьте внимательны. Пока он уедет, дождитесь обязательно. Мишка, здорово, здорово, Мишка! Смотри, как интересно! Соблюдайте правила движения. Всегда будет жизнь без приключения. Никогда нигде не забывай. Пешеходовы внимательны, хороши. При переходе капюшон снимай. Без наушников иди по переходу. Все равно скучно. Давай хоть мячик сыграем. Стоп! На дороге не играй. Будь посторожней. Умный будь и соблюдай. Правила дорожные. Бегать можно без оглядки На устроенной площадке. Бегать можно без оглядки На устроенной площадке. Мишка, я устала. Домой хочу. Уже темнеет. Девиз сегодня. Засветись. А это значит. Проявись. Прикрепи к одежде бликер. Это твой телохранитель. Мишка, я устала. Мишка, я устала. А сегодня. Правила все согласны. Каждый знает, что он из правил. Его роль не прожить. Все должны мы на дороге. Осмотрительными быть. На переходе очень четко. По земле ты иди. И за всем движением зорта Ты по сторонам гляди. Близ дороги не играйте. На нее не выбегайте. Что беду нам не найти. С нами БДД в пути. Вузу я всегда, ребята. Правила все соблюдать. На дороге не шалить. Закон дорог не нарушать. Я благодарю ребят. Останьтесь, пожалуйста, на месте. Весь творческий коллектив. Я выражаю благодарность вам, родителям. Большое спасибо. Благодаря вам. Растут такие замечательные дети у нас. Благодаря вам. Кто принадлежит костюмы на средства ваши. Я благодарю руководителя этого коллектива. Рудыка Марина Борисовна. Аплодисменты. Благодарю за помощь. Наталью Валерьевну, учителя музыки, которая витамина. Учителя технологии Иисупа Лулиану Рахиповну, который помогает. А также весь наш педагогический коллектив, который по крупиночкам нам помогал. Я считаю, что это наша общая победа, наша гордость. Спасибо вам большое за вашу учебу. Аплодисменты. Дорогие родители, дорогие мамочки, мы вас поздравляем сегодня с замечательным праздником, Днем Матери. И с самыми лучшими пожеланиями, ваши детки, наши детки, для вас исполнят следующие музыкальные подарки. Мы вас любим. Здоровья вам и благополучия. Дальше, позже, настаём мне этот царшка. Ух, какая же ты вредная Наташка. Целый день сегодня ходит надо мной. Просто я поговорить хочу с тобой. Усы, усы, не болтай. Ерунду не сочиняй. Сядем рядом, посидим и прожить поговорим. Ух ты, усы, не болтай. Ерунду не сочиняй. Сядем рядом, посидим и прожить поговорим. Ух ты, усы, не болтай. Ух ты, усы, не болтай. Ерунду не сочиняй. Сядем рядом, посидим и прожить поговорим. Надевала я вчера властью визае. А внутри звездка плавая, в море зиркаю. Получилось, как журная киса. А внутри звездка плавая, в море зирка ловится. Усы, усы, не болтай. Ерунду не сочиняй. Сядем рядом, посидим и прожить поговорим. Усы, усы, не болтай. Ерунду не сочиняй. Сядем рядом, посидим и прожить поговорим. Когда вырасту, я стану очень важным. Прикачу на Мерцепесе я однажды Обучу стекло и бритву Привет! Что ты скажешь, Наташка, в ответ? Ух ты, усы, не болтай Ерунду не сочиняй Сядем рядом, посидим И про жизнь поговорим Ух ты, усы, не болтай Ерунду не сочиняй Сядем рядом, посидим И про жизнь поговорим Ведь сегодня мы задолго расстаемся Лишь на память фотография останется А ты будешь вспоминать про меня Никогда я не забуду про тебя Ух ты, усы, не болтай Ерунду не сочиняй Сядем рядом, посидим И про жизнь поговорим Ух ты, усы, не болтай Ерунду не сочиняй Ведь я правду говорю Просто я тебя люблю Улечка, я тебя приглашаю на сцену Я надеюсь, ты уже быстро переоделась И готова сказать добрые слова Все то, что в жизни происходит с нами Мы как-то странно делим пополам Если радость, разным с друзьями С битой приходим к материалу Заняты работой и делами День за днем в потоке суеты Мы не часто думаем о маме Слишком редко дарим ей цветы И свои болезни носим к маме И обиды к ней идем делить И морщинки ей рисуем сами Позабыв прощения попросить Мы так редко маму обнимаем Разучились маму целовать Позвонить порой забываем Некогда письмишко написать Ну а мама все равно нас любит Что бы ни случилось Не предаст Все простит Обиды все забудет Руку, душу, сердце Все отдаст И когда от мамы уезжаешь Отогревшись у ее любви Ты шепни Прости за все, родная И прошу Подольше поживи Аплодисменты 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 Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте Все мамы, планеты, земля Узорки лучистые и ясные Под вами восходит с меня Мы родные вам Ведь земля красива Добротою вам С вами и моложе И щедреть она И без вас не может наступить Без сна И без вас не может наступить Без сна Слушайте, слушайте, слушайте Сегодня поем мы для вас Все самое чистое и лучшее Согревать тепло Пожить Возьмут Добротою вам С вами и моложе И щедреть она Ведь без вас не может наступить без сна. Маленькие дети и взрослые, от маленьких ласковых рук, Уютные дома и в воскосе, и с полной светлее вокруг. Говорим спасибо, мы родные вам, Ведь земля красива добротою вам. С вами и моложе, и щедрее вода, Ведь без вас не может наступить без сна. Ведь без вас не может наступить без сна. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Милые, взрослые, прошу вас, серьезные, Низбурги, прекрасные лица. Вспомните детство, и пусть в вашем сердце Песня его повторится. Небо, небо, небо высоко, Море, море, море глубоко. Заговем волшебный лес, Заговем страна чудес. Небо, небо, небо высоко, Море, море, море глубоко. Заговем волшебный лес, Заговем страна чудес, Страна чудес. Милые, взрослые, просите со звездами, Солнышко двери откройте, Ветрам удивитесь, Ветрам улыбнитесь, С нами танцуйте и пойте. Небо, небо, небо высоко, Море, море, море глубоко. Заговем волшебный лес, Заговем страна чудес. Небо, небо, небо высоко, Море, море, море глубоко. Заговем волшебный лес, Заговем страна чудес, Страна чудес. АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ее поздно называется дамом и участником премии губернатора Московской области. Один наш старший друг, старейший, я имею в виду, добрейший. И сегодня я отмечаю активное участие. Это старое, это Галина Анатольевна. Награждается за активное участие. Я прошу, что это организация офицера России награждается. Также управление по работе с молодежью награждает старое, это Галина Анатольевна, за активное участие. И при этих посвященных всей первой годовщине Победы Великой Отличной войны. Стрихова Мария Васильевна награждается за активное участие в организации проведения спортивно-палитического праздника, посвященного Всемирному Дню Здоровья. А также из Шкуника, Сотникова, Екатерина награждается. Овчарской отечественной организацией, посвященной в Дню России, посвященной в Дню России. А также Овчарова Светлана Валерьевна, тоже посвященной в Дню России. Спасибо большое. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. 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 Продолжение следует...